Игорь, привет. Доброе утро. Роман, привет. Очень рад тебя видеть. Спасибо тебе большое, что откликнулся поговорить. Спасибо. Как ты в эти любопытные времена? Ты знаешь, непросто. Как говорит моя знакомая, иногда я справляюсь, а вот после обеда перестал справляться. Я для себя нашел несколько простых способов. Это снежевоздух, то есть пространство, когда ты выходишь просто из комнаты в пространство, про парк, прогулки. Это концентрация на какой-то одной простой задаче, горизонт планирования день. Это какое-то время я просто полдня отключаю вообще все средства связи, чтобы просто находиться в какой-то вещи. Концентрируюсь на своих близких, на родителях, на детях. Вот как-то слежу за питанием, за водой. Вот простые такие вещи, которые помогают сохранить какой-то элементарный такой баланс. И за счет этого, что ты не растрачиваешь энергию, по крайней мере, ты не уходишь в минус. С плюсом пока трудно, но где-то там, знаешь, как раз плюс, это, наверное, где-то опора на внутренние ценности, о чем я, собственно, и хотел с тобой сегодня поговорить. Хорошо. Да, я с радостью, с радостью. Мне всегда импонировал, знаешь, вот твой такой философский подход к бизнесу. Ведь на самом деле мы с тобой когда раньше встречались, ты рассказывал и о своих каких-то тех прошлых кризисах и том, как ты сейчас на новой волне, я вижу, насколько ты вдохновлен тем, что ты делаешь. И вот, может быть, если чуть-чуть назад туда копнуть, есть что-то самое важное, что помогло тебе вот найти некое твердое для себя, для своей команды, для своего бизнеса, не просто его спасти, а сделать его одним из самых, на мой взгляд, перспективных и привлекательных сегодня. Ну, здесь, знаешь, очень важно понимать, что у меня вот ощущение последней недели, что, может звучать страшно, моя духовность или моя духовность обнулилась. То есть, давай здесь вот надо понимать, что духовностью в этом случае я буду называть то, что присуще последним нескольким годам, это некая инфантильность. Об этом многое сейчас говорят, что в духовности есть такая, знаешь, тень духовности, это инфантильность. Ну, типа, знаешь, как звучит? Ну, пусть оно произойдет, как произойдет, пусть идет, как идет. Я сяду, помедитирую, я буду наблюдателем или, ну, я ничего с этим не могу сделать. Вот, мне кажется, что вот это инфантильность, я сяду, подышу, помедитирую, я духовный. Вот это сейчас, оно как будто все для меня обнулилось. И знаешь, когда это обнулилось, появилась вот эта твердость и основа. И она на самом деле в настоящности вот этого момента. То есть, что у меня есть, это есть я, и есть то, до чего я могу дотянуться до своей семьи, до ближнего круга. И как будто стало важно то, что мне, ну, вот прям рядом со мной, моего зона, моего ближайшего влияния, оно по-разному может называться. И вот, ты понимаешь, тут ключевым моментом, мне кажется, о котором, как я понял твой вопрос, я летел в самолете, вчера прилетел ночью в Сочи к семье, они тут уже который год живут. И когда мы в самолетах садимся, помнишь, это маска на себя. То есть сначала на себя, а потом, да, на соседа. И мне кажется, что вот это ключевой момент, что сначала надо создать и оказать помощь себе. Буду я окей, и тогда окружение мое тоже окей. Вот это на самом деле, ну, вот на мой взгляд, это главное. Не спасать кого-то, а оказать первую помощь себе. Дай, пожалуйста, простые практические советы, как ты это делаешь. Слушай, ну, я, давай, я скажу тебе, я ищу в себе мотивацию, не одну, что-то делать, а чего-то не делать, отказаться. То есть вот я, например, не знаю, ну, приведу этот пример. Я ходил тут во власть неделю назад, но так оказалось, я как президент Ассоциации предприятий индустрии красоты во время пандемии оказался у Мишустина, у Белоусова, у мэра. И вот я тут ходил недавно во власть, я вот прям думал, какая у меня мотивация идти туда. Я тебе скажу, если бы я не нашел, я бы прям не нашел, ну, не пошел бы туда. То есть прям мотивация. И это серьезная чаша весов. Оно мне надо? Нет. Я иду там за кого-то? Окей. Вот я иду за индустрию. Они оценят это? Точно нет. Я преследую интересы своей компании? Да. Мне важно туда идти? Да. Если я не пойду, пойдет вот этот человек, и он, скорее всего, будет отстаивать другие интересы. Мне это окей? Нет. Вот это про инфантильность. И в итоге я туда иду, говорю про импортозамещение. Штаб предпринимателей меня попросил озвучить о ковидных ограничениях. И после моего озвучания мэр снимает ограничения антиковидные. Играл ли я какую-то роль в этом? Да. Какую? Вот такую, незначительную. Но мне приятно было оказаться человеком, озвучивающим, ну, вот эту позитивную мысль. То есть вопрос мотивации и саморазмышления, зачем мне это надо, иду ли я туда или не иду, это номер один. Вот прям опора на собственную мотивацию. Везде. И она не одна должна быть. Давай еще проиллюстрирую практически. Я учусь в институте коучинга в Петербурге. И вот я последний раз, когда летал туда, надо сказать, что я два года, в течение двух лет, два раза в месяц, летаю в Петербург на обучение. Мне это стоит 100 тысяч в месяц. Само обучение, переезды два года. И вот я лежу дома в 4 утра в Москве, потому что в 6.30 у меня в 6.40 самолет из Шереметьево, и у меня нет сил. Я лежу и думаю, какая у меня мотивация подняться с постели. И у меня в голове следующее. Мне осталось полгода закончить институт. Мотивация. Но я могу пропустить, потому что я за два года один раз только пропустил. Я, наверное, лучший ученик в этом плане. Думаю, окей, получение диплом. И это такой минус. То есть могу не лететь. Думаю, слушай, у меня там такой классный пацан с отелем, и он мне дал скидки, и я не хочу его подводить. Это тоже у меня мотивация. Думаю, но с другой стороны, я заплачу там эту десятку ему, могу не полететь. Тоже мотивация. Думаю, но диплом важный. Три года я на институт потратил, но надо получить диплом. И в итоге я, когда набрал критическую массу мотивации, да, сил нет, вот устал, вообще тело приковано просто. И я поднялся и поехал. То есть вот, ты понимаешь, вот эта вот раскачка мотивации, мне кажется, прям крутая штука, не бояться в этом работать. Раз. Второе. Ревизия нужного-ненужного. Вот прям, знаешь, это, мне нравится слово круги. То есть пересмотреть, вот представь, как будто ты солнце, и ты такой думаешь, ну, Земля мне нужна, супер. Венера можно пока без нее. И такой, меняешь свою солнечную систему. Такой, пока обойдусь без нее. То есть ты, вот я прям делаю ревизию, во что мне нужно вкладываться, во что нет. Приведу практический пример. В субботу, когда позавчера проводил в Москве форум поставщиков отечественных импортозамещения. Написал в чате у себя открытый клуб «Бизнес от сердца». Написал, что, ребят, кому интересны отечественные поставщики или производители, приезжайте. Записалось там человек 50, в итоге приехало человек 30. И мне, ну, Егор помогал организовывать, пишет, а вот там есть люди, ну, типа токсичные, там, перетягивающие одеяло на себя, не буду их называть. И я говорю, Егор, первое правило, мы, а, приглашаем только тех, кому надо, и, б, не приглашаем тех, кто будет на себя перетягивать внимание. Потому что первая встреча у нас – знакомство и соединить поставщиков, мелких производителей, крафтовые такие, с теми, кто делает свои private label. И я тебе скажу, что вот это номер два правила – не тратить на вот этих людей, которые все время, там, перетягивают одеяло на себя, просто время и энергию. Вот не тратить, сказать спасибо, увидимся через, там, чуть позже. Это ревизия. Ну и третье, мне кажется, вот ты об этом сказал, попить воды, там, давай назовем их так. Мои простые человеческие достижения и радости. Хорошо мне, там, плитку шоколада сожрать с пониманием, что это все потом на боках будет, и, ну, сахар повысится. Ну, посмотрел на нее, можешь отказаться – не жри. Не можешь – ну, схомячь. То есть, понимаешь, то есть, лучше с булками походить – это другое недовольство, чем такие прям маленькие, ну, погулять, подышать, пообниматься. Ну, то есть, это вот про маленькие человеческие радости только твои. Те, которые тебе прям помогают, мы их знаем. Для кого-то это спорт, для кого-то, может быть, выпить с друзьями, выговориться, ну, вот прям исповедоваться, ну, наговориться с кем-то. Вот я предлагаю, и сам так делаю, я себе в этом не отказываю. То есть, простой, вот этот неэффективный флут – поболтать, поговорить. Вот, я его сейчас считаю мега-допустимым. То есть, по сути, от социальных правил уйти в приоритетность к своим правилам, к своим. Слушай, ну, вот давай вот так. Круто. Вот представь, что, ну, я знаю, что ты много, в целом, мы с тобой разговаривали, занимался там духовными какими-то исканиями себя. Ну, и вообще там, как бы, с осознанностью, в целом, ты, как бы, знаком. А вот, когда человек, слушай, никогда вообще не задумывался о себе. Вот, ну, у меня очень много знакомых и друзей, которые, вот, просто, знаешь, вот, в обычном, таком, как бы, механистическом режиме встал, пошел на работу, пришел, там, работа, ипотека, дом, машина, квартира, жена, дети, все. И вдруг мы с тобой, мы говорим, слушай, возьми и загляни к себе, в себя, что тебе нравится. Вот, вот этот шаг переступить, с чего начать, вот, просто, вот, какой вопрос себе задать? Приходит страшная вещь, ну, если что, вырежешь. Когда мы ходим в туалет по-большому, прям сесть, я не знаю, что делаешь ты, я иногда читаю, иногда сижу. Знаешь, осознанно сходить в туалет. Знаешь, почему я сейчас помню? Когда-то Федя Додо, Федя Додо Пицца. Да, 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 да. А он мне сказал, он говорит, ты понимаешь, у меня был такой период, когда я садился в туалет и давал себе команду расслабиться. Я вот сейчас когда-то рассказал, вот, у меня со стулом давно хорошо, лет, как, наверное, 10, когда, это, кстати, крутая штука. Это, может быть, многим не понравится, но это у меня такая цель, чтобы скривился человек и говорит, какую херь несет Стоянов с этим Дусенко, какая херь. Духовность, туалетная духовность. Сесть и качественно посрать. Это значит прям сесть и подумать, как работает мой желудок, что за запах, что я ел. Блядь. Ты понимаешь, попить воды. Господи, какой у меня неплохой стул. Или я никогда не задумывался о том, как работает мой организм. Ты понимаешь, любая осознанность или другой пример. Обнять свою женщину. Неважно, даже если у тебя ее нет, и ты ходишь по-прежнему к проституткам или к любовнице. Прямо обнять ее и подумать, какого хера я тут лежу. Прямо не побояться, задуматься о себе хотя бы на полтона меньше. С простых бытовых вещей. Или помыть посуду с большой буквы. Прямо можно. Вот я сегодня, например, с утра мыл посуду, включил горячую воду. Обжег чуть руки. Ну, не до волдырей. Это меня вернуло к жизни. Потом я кран повернул на теплую. И думаю, я мою посуду. Я мою посуду. Я мою посуду. Акуджава как-то сказал. Когда я чувствую себя великим, я просто иду мыть посуду. Я, например, очень люблю убирать. И дома мою полы. Поливаю цветы. Ну, у меня были когда-то там какие-то помощницы дома. Но сейчас я прям очень люблю простые домашние дела. Фридман написал позавчера, когда у него там все заблокировали. Он написал, мне не с чего оплачивать горничную. И там так было написал. Не, он говорит, конечно, ничего страшного. В принципе, я могу вспомнить, как убирать дома. И я прям почувствовал вот того Фридмана 30-летней давности, который организовал кооператив помывки окр. И мне кажется, вот это заземление на горшке, в любви, в сексе, в обниманиях, в уборке, в чистке зубов, в запахе. Вот можно не помыться утром и почувствовать свой запах. И подумать, что вот, ну, ты просто, блядь, животное социальное. И это так классно. Ну, не знаю, вот для меня, Ром, это вот прям вход в духовность через простые вещи. Правильно ли я тебя понял, что вот, и я чувствую, ну, мы с тобой вот в этом абсолютно одной волне. Вот если я что-то делаю простое, то не просто это делать на автомате, а наконец-то осознать, что ты что-то это делаешь. И вот ты говоришь вот эти базовые вещи, вот моешь пол с удовольствием. Вот мы сейчас сидим с тобой, я весь с тобой, весь в тебе, я с тобой вместе на горшке там сидел сейчас, понимаешь? И я понимаю, насколько это важно. Ром, да даже если без удовольствия, вот тонкий момент, с удовольствием, это уже высокий пилотаж. Но даже если тебе в первую минуту, вот смотри, вот это очень важный момент. Помыть полы, пошел, налил воду, добавил туда антисептика, вода чуть горячая, опустил руки пока в эту чистую воду, помыл, вода стала грязная. И тебе неприятно опускать в эту грязную воду свои руки, потому что они высохнут. Помнишь, как в школе от намеленной? Да. От мела. Блядь, неприятно. Сухние руки. Потом ты на них плюешь и растираешь. Они воняют этим мелом. Блядь, это так ценно вспомнить. Вот эти, эту неприятность, потому что мы все время бегаем до неприятностей, за приятностями. Это точно. Мы стали вот этими социальными суками такими. Это брезгливыми. Блядь, вот оно, кайф. Руки мело. Сейчас вот это все неприятное, оно как будто другая ценность. Вспомнить себя человеком с разным букетом эмоций и ощущений. Класс. Ну, я знал, что ты фантастичный. И вот, ну, как бы, я всегда это знал. И, знаешь, вот проще, наверное, более глубже, но, наверное, трудно сказать. Если дома чисто, иди помой лестничную площадку. А это вообще просто за рамки. Пусть охренеют соседи. Хочешь, напиши, суки свинячие, я за вас помыл подъезд. А хочешь, чтобы тихо сделать, подумай. Вот. По-разному. Вот это проявление любого импульса. А можно тихо помыл, сел дома. И такой, ну, посмотрите. Класс. Супер. Ну, первый слой сняли рубаночком. Я помню тоже, кстати. Вот сейчас скажешь сыну своему, первый слой сняли рубаночком. Так не поймет же. Да. А вот, ну, сделали. Пришел на работу человек. Вот он. Немного кайфанул там. Сегодня зубы почистил в первый раз не потому, что на автомате, а просто он понял, что он чистит зубы свои собственные, чтобы ему же его же рот был лучше. Пришел на работу. А там, опять же, такие же все, знаешь, вот в этом, в полусне его сотрудники, да еще и постоянно зомбируемые там вот всеми СМИ. что делать ему? Вот как ты в этой ситуации приходишь на... Что ты с людьми делаешь? Как ты восстанавливаешь вот это вот состояние их, возвращаешь их в жизнь? Ох, это такой вопрос. Слушай, иногда я поджигаю. Ну, если ты руководитель, я меняю тактику. Знаешь, как я это называю? Я путаю, путаю людей. Ну, вот, например, я прихожу и все такие, ну, сейчас Стоянов опять на взводе. А я такой сижу, пошел за чаем, накрыл, купил пирожные. То есть я делаю то, чего от меня не ждут. Если от тебя ждут на совещании что ты будешь опять всех херачить, потому что ты на взводе и все привыкли, то я тогда накрываю поляну. Или сажусь не во главе стола, а с краю и говорю, ребят, давайте сегодня... Сейчас я тебе скажу прям конкретно, вот, что я делал. А, я накануне перед совещанием отправил фильм сейчас я тебе скажу. Один был про Яндекс, второй был про Фергюсона, про Манчестер. То есть я что-то отправляю вечером и говорю, ребят, завтра обсудим. И мы с утра 30 минут, неважно, хоть все совещание, обсуждаем какую-то другую штуку. То есть я предлагаю путать людей. Ты понимаешь, вот это прям... Или, знаешь, помнишь, в театре все время, последнее время, не забудьте отключить телефоны. Телефоны. Или, да, или там не шуршите своей шоколадкой. То есть я предлагаю, наоборот, в эти минуты на совещании прям развернуть, блядь, со старой фольгой шоколадку громко, чтобы все охренели. Прям, знаешь, когда пауза, и ты такой хрум, или яблоко хрям, чтобы это же прям по мозгам. Вот делать что-то, что прям сбивает вот с этого, ну, с этого привычного ритма ужаса. ну, вот прям вот что-то делать необычное, нестандартное. Круто, круто. Разрешить себе. Разрешить себе любое хулиганство на такой вот... Ну, кто... У каждого... Слушай, у нас у каждого есть здоровая часть, плохого мы не сделаем, поэтому... Но разрешить хулиганство какой-то формы, мне кажется, это прям круто. Дальше. Как вернуть, вот, вернуть проработу? Слушай, ну, простой вопрос. Ребят, давайте... Я бы послушал, вот я... Еще есть, ну, просто послушать и сказать, прийти и сказать, ребят, я не знаю, что делать. Вот это для лидера это всегда ужасно. Прийти и сказать, слушай, я растерян, я не знаю, давайте, ну, давайте, ну, просто вместе подумаем. И вот дальше и вторая, третья страшная вещь. Молчание. И замолчать. Сказать, я, ребят, я растерян, я не знаю, я плохо спал, я правда не знаю, что делать. Давайте, ну, прям, давайте послушаем вас. Я буду, я помолчу. И кто-то, кто-то будет голос. Там еще, знаешь, дослушать последний, самый тихий голос. Знаешь, когда все закончили, ты такой, слушай, а что-то Таня ничего не сказала. И Таня такая робкая, говорит, а вот еще вот это, прям, вот это вот я думаю. И реальность. Это какая-нибудь. Да, да, это иногда очень, очень полезная штука. Услышать самый тихий голос. А может быть, собрать так, ну, людей вне, ну, еще каких-то. Пригласить внешнего члена совета директоров. Знаешь, как это? Сделать то, до чего никогда не доходили руки. О, давай, я приду к тебе с удовольствием, поболтаем с твоими. Да, 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 я тебя зову. Да, последний вопрос из про менеджмент. Вот ты их отпускаешь. Как активировать вот в этих ближнем твоем круге что-то такое, чтобы они, уйдя туда к своим людям, до которых у тебя не дотягиваются руки, не сломали их вот в этой напряженности, потому что все напряженные, а так же, как ты расслабил. Вот я понимаю, примером мы их воспитываем, но вот может быть, что-то ты еще именно на путь стая какое-то, говоришь, ребят, а вот вы пойдете к себе, вот подумайте, как вы могли бы себя христилить. Вот что ты в этом смысле используешь? Ты знаешь, ну я сам езжу по салонам вот в критические моменты. Мне кажется, что, ну, знаешь, в компании, как в любом организме, точно есть одна, две, три, четыре здоровых клетки. И вот в эти зараженные истории есть смысл идти здоровому человеку или здоровой команде. Помнишь фильм Мэла Гибсона «Апокалипсис»? Когда в начале фильма охота и вот два главных героя, отец и сын, и вдруг из леса выходит племя, на которое напали. и сын такой помогать, а отец говорит «Стой!» и он объясняет ему «Они заражены страхом!» «Не надо, потому что эта штука, она заразная!» и вот этот вопрос ну, не может нездоровая часть команды оздоровить такую же, поэтому надо найти те, кто окей и их спросить, а готовы они и насколько, или этот лидер, если в состоянии, помочь, помочь команде. Но есть, смотри, это такая тонкая часть, но есть и другая, когда лидер становится опять директивным, это может звучать страшно, и он говорит «Все, всем построится, все, бирюзовая организация закончилась прям сегодня, вернемся к ней, когда придет время, значит, вы делаете вот это, вы это, то есть окунуть людей в работу, включить другой край, не вот этот, про который мы говорили, такой тихий, спокойный, а наоборот собраться, взять, прям натянуть вожжи и быть максимально директивным на какое-то, ну, вот это там условно сложное военное время, это тоже, кстати, метод, потому что не все в состоянии расслабиться, прям, ну, прям сказать, окей, значит, я ввожу, ну, вот то, что мы сделали в персоне со своим, с моим СЕО, он сказал две недели назад, так, ребят, вся удаленка, вся бирюза, ее сейчас прикручиваем, на 24 на 7 переходим в режим я хочу всех видеть в офисе, и мы прям заставили людей приезжать в офис, чтобы они перестали дома зависать вот в этой инфантильности, все на виду, все работают, дали цель там продавать сертификаты, абонементы, единые закупки организовали, прям мобилизация, я тоже самое делал во время пандемии, когда собрал штаб, мы раскатали все чаты, и прям стали делать бизнес зарядки, бизнес ланчи, ну, прям качали эфиры людей, сообщества, то есть выбрать вот какую-то из этих тактик, то и то и работает, вот прям то и то и работает, и, ну, ничего, не побояться стать опять директивным на какое-то время, стать прям таким руководителем. Супер, супер. Спасибо тебе огромное, получил невероятное удовольствие, если позволишь, кратко пробегусь про то, о чем говорили, и, может быть, вот это некое суммирование, оно поможет нам еще какое-то интересное правило вытащить. Начались с того, что ты сказал, что твоя духовность обнулилась, и инфантильность, которая была, она переходит в твердость сегодня. И твердость, она переходит на достаточно близкий круг, на то, куда ты можешь дотянуться, где зона твоего реального внимания. Это похоже на то, что мы делаем в самолете. Сначала, когда выпадает, может быть, кислородом сначала себе, потом ребенку. Чтобы найти какие-то простые правила этой своей трудности, первое, это мотивация. Ты сказал, что ты ищешь мотивацию себе, чтобы что-то делать, а что-то не делать. И привел интересные примеры со своим институтом, с поездкой. И важным вопросом, которым каждый из нас может пользоваться, это будет зачем мне это надо? Версия другая этого вопроса, иду ли я туда или нет? Вторая задача или второй способ, это некая ревизия всего нужного и ненужного. То есть, ты свою солнечную систему, где ты солнце, определяешь так, Земля нужна, с Венеры Меркурием подождем, Плутон, Юпитер там, ну, кто знает что. И здесь очень важно, ты выделил правило, не общаться с теми, кто сейчас перетягивает идеал на себя и является токсичными людьми, прямо зачистка, вот в этот момент такая зачистка. Мы с тобой сказали, и ты привел отличные примеры наших простых человеческих радостей, где ты просто, вот когда ты что-то делал на автомате, начал просто это делать с неким вниманием, там, посидеть на горшке, там, помыть посуду, ощутить вот эту горячую струю воды, которая идет, там, скрип тарелки, которую ты вытирал. И такие простые вещи, которые, ну, нужно делать, обнять любимую женщину, там, попытаться просто заземлиться. И вот эти моменты, они позволяют вспомнить себя для того, чтобы вот эта твердость в тебе, она возникла. Вот на этом этапе про твердость все ок? Да, вполне. Ну, понюхать свое говно, да, свое духовное говно. Люди, мы в целом, как бы, еще и, ну, как бы, у руководителя, он двухсторонний, у него фишка, он должен себя собрать и собрать своих людей, попытаться как-то поподжигать их, делать не то, что от тебя ждут, немного попутать, вывести их из этого состояния привычного равновесия. и разрешить себе в целом какое-то небольшое хулиганство. иногда, и это бывает сложно для лидера, просто сказать, а я не знаю, что делать, помолчать. И в этот момент услышать самый тихий голос, который, возможно, является бриллиантом решения, который может быть. Для тех, кто способен, для тех, кто не способен, и, как всегда, ну, мечется между директивностью и демократичностью, сказать, так, ребята, все окей, бирюзу прикручиваем, мобилизация, все здесь, все со мной, на связи, все концентрируем, минимизируем расходы, чтобы спасти себя и бизнес. И, собственно говоря, эти простые вещи и могут работать. А дальше, как ни странно, когда ты понимаешь, что эти люди пойдут куда-то дальше, то дотянуться до самого простого работника это поднять жопу и просто пойти сходить в этот отдел да поговорить с ребятами, парикмахерами, проехать в соседний салон, пожать им руку и сказать, что я знаю, что вы есть, я вас, как бы, помню, люблю, и вы моя команда. Использовать те инструменты, которые у тебя в доступе. Потому что, когда в доме пожар, там не до демократии. А что бы ты хотела взять, милая, блядь, пока мы горим? Давай мы посидим, посидим на дорожку. Не, ни хера. Все, пожар схватили. Ну, как ты рассказал, все, шум, гам, отключил сессию, диван отодвинул, пошел, перекрутил, вытер полы. А ты бы мог сидеть и такой, ммм, такой, этот, как это красиво бьет фонтан. О чем это для меня? Что это? О чем это мне говорит? Да херь это собачья. Пошел, перекрутил, вызвал сантехника или сам. Ну, пошел, починил. Да, Ром? Да, именно так. Вот я про эту неинфантильность и говорил. Собрал булки и пошел пахивать. Спасибо тебе. Хорошо. Давай, спасибо. Откручу запись. Спасибо. Спасибо.